Дикая природа Скандинавии Прибрежные области с мягким морским климатом всего в паре шагов от суровой тундры. Бескрайний мир гор, прерываемых глубокими фьордами и густыми лесами. Родина тропий, из сказок и преданий Севера. Редко населенная страна с животным миром, частично сохранившимся еще с ледникового периода. Норвегия. Норвегия простирается от скак Герака на юге до северного ледовитого океана на севере. Скандинавские горы протянулись словно хребет на 1700 километров от Северного моря до Нордкапа. Это царство горной тундры с арктическим холодом на долгие месяцы. Овцы-быки особенно хорошо приспособились к жизни в морозильнике Европы. Небольшими стадами они сопротивляются ледяному ветру и температуре в минус 40 градусов. Во всем мире найдется мало мест, где эти древние создания живут на воле. Только в тех местах, где ветер сдувает снег с вершин гор, они могут пережить зиму. Сейчас споры решаются без особой затраты сил. В национальном парке Доврифьель пройдет еще не один месяц до осенних брачных поединков. Январь. В укрытых от ветра низинах и долинах лежит толстый слой снега. Для обитателей горных лесов снег – настоящее испытание. Им приходится искать пропитание в довольно тяжелых условиях, и нельзя тратить энергию попусту. КОНЕЦ Благодаря своим чутким ушам, рысь учуяла добычу даже под глубоким снегом. ПОЛЯРНЫЙ КРУГ ПОСРЕДИ НОРВЕГИИ ПОСРЕДИ НОРВЕГИИ ПРОХОДИТ ПОЛЯРНЫЙ КРУГ Поэтому зимние дни такие короткие. Уже после обеда они переходят в продолжительные сумерки. В Хоненсвоге, самом северном городе Европы, солнце не показывается зимой два месяца. Зато на небе мерцает таинственное северное сияние. ПОСРЕДИ НОРВЕГИИ Больные и слабые животные не переживают суровую зиму. Они становятся пищей для многих других на длинном изломанном побережье длиной в 25 тысяч километров. Орлан-белохвост не только охотник, но и падальщик, как и врановая. Он не упускает почти ни одно животное, павшее жертвой зимы. Когда-то его почти полностью истребили, но сейчас на побережье Норвегии обитает больше 800 пар. Орланы – хозяева этого богатого источника пищи. Но серые вороны бесстрашны. Снова и снова они пытаются прогнать великана, дергая его за хвостовые перья. На этот раз одной вороне придется заплатить за это. Появляется молодой орлан и оспаривает место у взрослой птицы с более светлым оперением. С драчливым орланом лучше не связываться. Из медленно сжимающихся когтей нет спасения. С драчливым орланом. С драчливым орланом. С дешевым орланом. Орланам не обязательно питаться падалью. От их острых глаз не ускользнет даже малейшее движение во фьорде. Сколько бы треска ни билось и ни дергалось, это ее не спасет. Голодные чайки только и ждут, что Орлан выронит добычу. Ток воронов служит сигналом приближения весны. Но что бы ни говорил календарь, в норвежской горной тундре часто даже в разгар весны лежит сплошной снежный покров. В начале мая первые овцы-быки появляются на свет. Обитателям горной тундры необходимо уметь противостоять холоду. Это правило применимо к цветам прострела в той же мере, что и к лохматым малышам или белой куропатке. Очень жирное материнское молоко и специальная жировая прослойка, сохраняющая тепло, помогают новорожденным выжить даже при заморозках. В горной тундре, которая по-норвежски называется Фьельд, березовый лес образует древесную границу. Здесь обитает особенный житель Фьельда. Ястребиные совы всегда появляются там, где вдоволь добычи, вроде рыжих полевок или норвежских леммингов. Леммингу повезло. Ястребиный сове тоже. Она поймала полевку. Влияние сов и других хищников на тот факт, что полевки и лемминги в одни года встречаются в огромных количествах, а в другие лишь изыгинка, оказалось меньше, чем было принято считать. Норвежский лемминг — травоядное животное. Если он слишком часто обгрызает растения, в них накапливаются токсины. В результате лемминги уже не могут поедать осоковые и мигрируют. Во время миграции многие погибают. То, что лемминги совершают самоубийство — вымысел. Во второй половине мая снег сходит в горной тундре и в долинах. Наконец-то овцы-быки могут свободно передвигаться по своему царству. Малыши, которым едва две недели от роду, уже проходят вместе со стадом много километров в день. Овцы-быки — не настоящие быки. Их ближайшие родственники — козы и овцы. Они делят свою область обитания с хрустаном, который выводит птенцов в горной тундре. Овцы-быки исчезли из Европы в конце последнего оледенения. В 40-х годах 20-го века их снова заселили в горах национального парка Доврифьеля на юге Норвегии. Здесь выпадает крайне мало осадков и почти все время ветрено. Поэтому зимой у животных достаточно свободных от снега склонов, на которых они находят пищу. Во время оттифели в долину стекает огромная масса воды. Некоторым обитателям Фьельда влага, стекающая со всех сторон вниз, доставляет немало хлопот. До гона овцебыков осталось еще несколько месяцев. Но на некоторых равнинных лесных озерах уже сейчас на карту ставится все. Два самца красношейной поганки пытаются прогнать друг друга с территории. Оба хотят занять одно и то же место для нынешнего плавучего гнезда. Начало июня. В Норвегию, наконец, пришла весна. На озерах и в хвойных равнинных лесах и в бескрайней горной тундре везде идет речь о том, чтобы защитить свою территорию и зачать потомство. В день летнего солнцестояния на полярном круге солнце не заходит. Но и южнее от него сейчас нет настоящей ночи. Вечер плавно перетекает в предрассветные сумерки. В эти часы в норвежском фьельде происходит то, чего уже не встретишь в большинстве европейских стран. ТОК ДУПЕЛИ ТОК ДУПЕЛИ Суетливое трепетание тоже должно произвести впечатление. Вообще-то ток дупелей происходит в темное время суток. Но так как июньские ночи коротки, то этим редким птицам приходится таковать при свете солнца. И это грозит опасностями. Ястреб-теревятник – ловкий охотник на птиц. Любвеобильные дупели могут в любой момент разделить судьбу этой вороны. Горную тундру украшает мозаикой из островков снега, луж и заливных озерец. В бесчисленных мелких водоемах кишит жизнь. Личинки комаров и дафнии обитают вместе с редкими видами, вроде весеннего щитня, пережитка эпохи динозавров. У берегов озер ток в самом разгаре. Оба самца красношейной поганки отвоевали себе территорию. Теперь дело за тем, чтобы привязать к себе партнера. Или синхронным плаванием с украшениями для гнезда, или элегантным парным танцем. Субтитры создавал DimaTorzok Родина поганок – озера, которые есть почти в каждой из бесчисленных норвежских долин. Ландшафт, созданный и видоизмененный ледниковым периодом. Панцирь льда толщиной 2 километра, который 10 тысяч лет назад скрывал всю Скандинавию, срезал горы и выточил долины. Так появились знаменитые фьорды. Ледниковые долины, залитые морской водой и окруженные отвесными стенами. Место обитания китов и других морских животных. Столетиями фьорды притягивают поселенцев на свои берега. Острова и высокие горы на берегу служат преградой ветру и волнам. В мягком морском климате вблизи Кальфстрима, недалеко от полярного круга, хорошо растут яблони и другие плодовые деревья. Защищенное место внутри фьорда было преимуществом, особенно в то время, когда люди в качестве средств передвижения были вынуждены пользоваться лодками. Но часто склоны и боковые долины были настолько отвесными, что на них никто не селится. Они служат домом, пугливым зверям, вроде рыси. Кошка поймала зайца-беляка. В норвежских лесах обитает около 400 рысей. Каждый год отстреливают 150 зверей. Хотя в этой огромной стране места хватило бы всем. И людям, и хищникам. На овцы-быков пока не ведется охота. Их число медленно, но неуклонно растет. На сей день в национальном парке Доврифьелля обитает 230 особей. С тех пор, как в Норвегии почти полностью истребили волков и медведей, у мохнатых животных практически не осталось врагов. В березовом лесу есть не только нежная листва для голодных овцебыков, но и места гнездования для скандинавских птиц, например, трехпалого дятла. И часто встречающегося рябинника. Ястребиная сова тоже выводит здесь птенцов. Совята покидают дупло до того, как научатся летать, и находят себе место в лесу. Первые шаги в самостоятельной жизни сделать непросто. Маленькие слетки преследуют цель забраться на пенек или ветку, зацепиться там длинными и острыми когтями и ждать пищи от родителей. Иногда в качестве еды приходится выступать птицам рябинника. В отличие от других видов, ястребиные совы охотятся днем, а не ночью. За птенцами присматривает отец. Не всегда успешно. В совином лесу обитают и лоси. Там, где пасутся эти крупные животные, набирается много навоза. Но в Норвегии из-за сурового климата почти нет жуков-навозников. Так кто же убирается в березняке? Работу навозников выполняет желтый сплахнум. А так как мох не может перелететь или перейти к навозной куче, природа изобрела кое-что особенное. С помощью цветкоподобных споровых коробочек с манящим запахом лосиного навоза этот мох привлекает мух, которые садятся на ярко-желтых дисках и собирают на себя споры. Лоси могут пройти много километров, прежде чем снова сделают лепешку. Так как мухи тоже легко преодолевают большие расстояния и при этом целенаправленно летят на запах лосиного навоза, то они идеальные разносчики сплахнума. Субтитры создавал DimaTorzok Скандинавские горы тянутся вдоль Норвегии с севера на юг. Во время последнего ледникового периода сканды, как их еще называют, были полностью покрыты ледниками. В наши дни в Норвегии все еще существуют обширные ледники. Йосте-Далсбриен, длиной 100 километров, площадью в 480 квадратных километров и с толщиной льда в 500 метров, самый крупный ледник материковой части Европы. Животные норвежских гор приспособлены к климату ледникового периода. Большая их часть несколько тысяч лет назад обитала и в Центральной Европе. Сотни тысяч лет подряд огромные ледники выскребали долины в горах и стачивали обрывистые горы до отлогих холмов. Суша проседала под огромной тяжестью льда, прежде всего в прибрежных областях. Когда потеплело, лед растаял, и уровень моря поднялся. Поэтому норвежские фьорды – это на самом деле затопленные долины. В горной тундре развился устойчивый к холоду мир растений. Там, где застаивается вода, растет пушица. Детеныши овцебыков пьют материнское молоко до 15 месяцев, хотя они уже с самого начала едят и твердую пищу. При странствиях по одовре фьелил не обходится без того, чтобы овцебыки не пересеклись с другими обитателями горной тундры. Например, золотистой ржанкой. Приближается первая в жизни линька маленького овцебыка. Лохматым животным очень удобно чесаться о лежащей повсюду валуны, которые принес сюда ледник. Взволнованная золотистая ржанка пытается заманить овцебыков подальше от своего гнезда. Она притворяется, что у нее подбито крыло, и удаляется как можно заметнее от хрупких яиц. Травоядных это мало интересует. Несмотря на это, гнездо остается целым, и ржанка, хорошо замаскированная в горной тундре Доврифьелля, может высиживать яйца дальше. Птицы равнинных лесных озер в середине июня уже продвинулись на шаг вперед. Красношейные поганки беспрестанно ныряют за водными насекомыми, чтобы накормить своих четырех птенцов, полосатых словно маленькие зебры, которые сидят на спинах родителей. Маленькие ныряльщики пересаживаются время от времени. Похоже, что взбираться на живой плод – дело практики. Маленькие ныряльщики В национальном парке Доврифьелль – лето. Нигде в Норвегии нет такой непредсказуемой погоды. Ночью температуры, бывают, опускаются до нуля, и солнце иногда не показывается несколько дней. В июле начинается гон у овцебыков. Незнающий покоя бык пытается запрыгнуть в своем стаде на каждую самку, которая готова к спариванию. И вдруг, через тяжелые тучи пробивается солнце и окрашивает фьельд в золотые тона. Бескрайние просторы, где крупные звери без опаски ведут себя естественно. Райская картина, которая почти везде в Европе уже давно осталась в прошлом. На земле живет всего 25 тысяч овцебыков. Не больше, чем жителей в маленьком городке. В Норвегии их поголовье легко увеличилось, и уже начинают раздаваться предложения, одобряющие охоту на этих зверей. Уже в августе по ярким краскам заметно приближение осени. Грибная пора. Многие грибы живут в тесном симбиозе с определенными деревьями, поэтому неудивительно, что они хорошо растут даже в их тени. Однако во Фьельде эти отношения перевернуты с ног на голову. Подберезовик и карликовая береза тоже вступают в симбиоз. Но здесь крошечное дерево растет в тени гриба. Грибы также разнообразят осеннее меню овцебыков. Для них сейчас главное, как можно больше пополнить резервы. Звери, которые нагуляли недостаточно жира, не переживут долгую и суровую зиму. Грибная пора. Сентябрь в Добре Фьелле. Маленький ручей, у которого находится норка Лемминга, уже замерзает по ночам. Дикие северные олени собираются осенью в большие стада. Они переходят от долины к долине в поисках последних хороших пастбищ. По большей части стада северных оленей в Скандинавии состоят из выращиваемых животных. наблюдать в горной тундре настоящих диких оленей вроде этих – знаменательное событие. Внутри стада самые сильные самцы пытаются собрать вокруг себя побольше самок. При этом между самцами то и дело случаются потасовки, которые переходят в ожесточенные схватки, если силы равны. Среди самцов овцебыков теперь тоже случаются стычки. Повсюду в парке бродят самцы-одиночки в поисках стада, которое они могли бы завоевать. Если встречаются два равных по силе самца, ситуация накаляется. Зачастую оба соперника, казалось бы, мирно пасутся рядом, но в любой момент настроение может перемениться. Даже кусты, колышущиеся на ветру, могут спровоцировать нападение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У овцебыков и правда чугунные лбы. Ороговевшие лобные наросты чаще всего предотвращают опасные травмы. Это самое сильное столкновение двух противоборствующих самцов среди млекопитающих. Большая часть животных постепенно мигрирует вниз. Уже при следующем циклоне может выпасть снег, который сожмет землю мертвой хваткой. Овцы-быки остаются здесь, наверху. Они – настоящие дети ледникового периода и противостоят даже самым суровым погодным условиям. Дни снова стали короткими. Солнце утратило свою силу. От ледяного ветра застыла вся страна, начиная с вершин и заканчивая долинами. Однако, благодаря теплому гольфстриму, море и фьорды не покрываются льдом. Это позволяет птицам на побережье не погибнуть. Межуас «С Легом» «С Грым» «С Маун» «С Фуэрд» «С Маун» «С Маун» «С Маун» «С Маун». Выживание многих видов в наше время прежде всего зависит от человека. После того, как в первой половине прошлого века в одной только Норвегии были выплачены награды за поимку свыше 20 тысяч орланов, их популяция более-менее восстановилась лишь на сегодняшний день. На данный момент этим величественным птицам не угрожает опасность. Субтитры создавал DimaTorzok Когда-то созданные ледниками долины заполнены теплой водой Атлантического океана. Но наверху, на вершинах гор, по-прежнему царит ледниковый период. Ежегодный цикл завершился. В ледяной стуже снова идет речь о выживании. Хищные птицы, вроде беркута, набрасываются на жертвы холодов. Вороны мешают орлам, чтобы урвать свой кусок. Иногда доходят даже до поединка больших охотников, когда беркут и орлан сражаются ради добычи. Овцы-быки в Довре-Фьелле снова собираются на вершинах гор, где ветер сдувает снег, и до скудной пищи не так трудно добраться. Почти полгода будет длиться зима в Норвегии, последнем европейском бастионе ледникового периода. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok